Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Мы продолжаем наш большой челлендж 100 эскизов и сегодня будем рисовать платье. Притом не просто платье, а кружевное. И в данном эскизе я вам хочу показать принцип двух слоев, когда есть внутренний слой платья и, соответственно, верхний. Такое очень часто бывает, особенно в вечернем моде, но также и коктейльные платья встречаются, иногда даже можно встретить повседневные платья такого вида. Поэтому мы с вами его нарисуем, чтобы вы понимали, как это формируется. Это принцип слоев и многослойности. Здесь все это хорошо происходит. Я использую свой шаблон, его вы можете скачать по ссылке под видео. Эти шаблоны бесплатные вы можете скачать. У нас также есть разнообразные платные шаблоны. Там детские фигуры, мужские фигуры. Есть платные, есть бесплатные. Зайдите, посмотрите. Можно скачать и использовать их для своего творчества. Они вам подойдут. Этот шаблон я использую у себя в работе. В общем-то он себя уже оправдал неоднократно и не один год. Что первое я делаю? Это корректирую шаблон. Вы видите, у него много ручек. Соответственно, убираю те ручки, которые мне не нужны. Выделяю инструментом белая стрелочка или Direct Selection. Нажимаю кнопочку Dell и у меня все лишнее выделяется. Создаю новый слой, на котором я буду рисовать. А тот слой, на котором у меня шаблон блокирую. Таким образом, ничего у меня никуда смещаться не будет. И, как я вам говорила, что мы будем рисовать кружевное платье. Соответственно, у нас будет внутренний чехол, как правило. Это может быть из подкладочной ткани, из атласа, из трикотажа. Это уже очень индивидуально. Сейчас я хочу показать именно по рисунку. Так, беру инструмент перо. Будем рисовать черным цветом и не пунктирным. Сейчас я настрою автоматически. Перо. Начну рисовать, соответственно, внутреннюю часть. Она может быть до плеча. Она может быть как корсетного вида. Это модельные особенности. И здесь вы можете сами выбрать, что вам больше нравится. Когда оно как каркасное немножечко. Либо когда оно на плечиках держится. Это уже дизайн особенностей. Я хочу именно принцип показать, как в Adobe Illustrator создать кружевное платье. Буду рисовать половинку. Прилегающий силуэт. Поэтому не делаю большого отступа. И чуть-чуть ниже колена. Теперь смотрю, где у меня центр. Вот так. И соединяю. Вот это мой первый слой. Теперь мы можем его окном. Обработка контуров. Инструмент зеркальное отражение. Ставлю точечку по центру. И его раззеркаливаю. Нажимаю кнопочку Shift. Чтобы, видите, правильный угол получался. Кнопочку А, чтобы копировалось. Потом спускаю мышку. Отпускаю кнопки на клавиатуре. Такая как мантра. И теперь выбрала оба объекта. Соединяю. Вот у меня получилась основа. На которой, соответственно, можно чуть-чуть ее подтянуть. Сверху будет уже кружевной чехол. Кружевной чехол я тоже буду рисовать. Сначала половинку. Потом его буду раззеркаливать. Давайте сделаем вырез. Кривизну сейчас поправим. Он будет либо линия в линию. Либо вот, ну, прям вот чуть-чуть совсем отступает. То есть, как правило, они прям совпадают. Линии, да? Поэтому. И мы можем сделать небольшой выступ. То есть, он не обязательно должен закончиться по краю. Прямо как у нас закончился внутреннее платье. Да, он может быть короче. Честно, вот на мой личный вкус, часто делают, когда вот такая мини-юбка, а сверху чехол. Вот я не люблю такое. Мне не нравится, когда вот так обрезано. Поэтому я рисую целиком. Но все равно хочу показать принцип, что будет эффект прозрачности. Поэтому так сделала. Можно нарисовать и короче. Это уже дизайн особенности. Мне просто не нравится. Именно поэтому я нарисовала такой длины. Если вы хотите, вы можете нарисовать покороче. Это стилевой момент, который не имеет отношения к данной тренировке. Так, и рукавчик я хотела сделать три четверти. Вот так. Теперь все это дело мы выбираем. Берем инструмент зеркальное отражение, ставим на центр, раззеркаливаем так же, как мы зеркалили первую половинку. И, соответственно, сливаем наш с вами центр в виде. Вот у нас получилась основа. При этом этот верхний слой, этот нижний слой. Обратите внимание, вот в этом видео мы рисовали с вами кружево. Я сейчас его рисовать не буду. Вы можете посмотреть это видео и его нарисовать. У меня уже это видео, в данном файле я скопировала. Я взяла то кружево, которое у меня нарисовано, и его сюда скопировала. Вот оно, смотрите, вот так вот смотрится. Вот это кружево. Поэтому берите, заходите, смотрите, рисуйте. И с готовым файлом уже возвращайтесь к этому эскизу. Сейчас на это мы время не тратим. Уже есть четкая инструкция, как это сделать. Соответственно, вот у нас это будет технический эскиз, который будет показан именно, что у нас там происходит. Теперь давайте я это все сдвину, и мы будем сразу с вами, здесь очень важно сделать заливку, потому что без заливки особо не видно. Я покажу заливку в двух цветах, с одинаковым кружевом, просто в двух цветах. Так. Скопировала я все. Так, это тоже по центру. Это уже мой перфекционизм. Итак, начинаем. Это основа, да, и сверху у нас какая-то будет прозрачность. Значит, смотрите. По сути, можно взять, например, светлый серый оттенок, добавить ему непрозрачность. Вот у нас как бы получился эффект, как будто бы у нас полупрозрачность. А основу там сделать, например, серенькой. Но здесь особо не видно вот этой кружевной всей истории, и он как бы, ну, не впечатляет. Поэтому что я предлагаю сделать? Вариант номер один. Телесный чехол. Выбираю основу и мое кружево. Кружево немножко по размеру здесь нам не подходит. И, соответственно, сейчас мы его подгоним. Подгоним. Давайте посмотрим. Можно еще помельче. вот. Вот такая штучка получилась. Соответственно, как видите, вот этот эффект прозрачности, внутри базовый чехол, а сверху уже красивая кружевная штучка. Либо то же самое. Я думаю, что даже проще будет скопировать то, что уже есть. и просто поменять цвета. Поменяем цвет чехла и цвет кружева. Вот у нас с вами получилось платье с кружевным эффектом. Что еще можно сделать? Можно сделать еще одну интересную хитрость. Давайте я вытащу сюда платье. Смотрите, получается жесткий край. Это не всегда красиво. Хочется иногда, чтобы какие-то тут остались красивые штучки. Соответственно, что мы можем с вами сделать? Мы можем объект разобрать. Заливку. Разобрать. Что произойдет? Вся наша с вами заливка сейчас разберется обратно на векторные объекты. Вот она, видите? Стала векторными объектами. И вот здесь вы можете откорректировать и, например, удалить лишнее. Ну, как вариант. Сейчас я вот эту группу выберу. Удалю у нее вот эту часть. Разгруппировать. Там, когда разгруппировывается заливка, получается много-много-много деталек внутри. Нужно их очень аккуратно с ними себе вести. Ну, давай. сейчас еще раз. Попробуем войти еще в одну подгруппу. Да. Еще провалились в одну подгруппу и вот эту часть убираем. и еще таким образом появляется возможность сделать вот такой вот рельефный край. Это, конечно, не идеальный способ, но очень даже может быть использован. Когда хочется, чтобы край был именно кружевной, не подрубленный просто, а именно было ощущение от него такой вот воздушности. еще раз режим изоляции, еще и вот эти. Так. Теперь давайте покажу, чего я добилась таким способом. У меня теперь много-много-много объектов. Вот. Я могу это множество выбрать. Видите, они сгруппированы кусками и выбрать мой основной контур, создать обтравочную маску. И вот смотрите, какой у меня получился край. Видите, не ровный, а вот такой вот краешком кружева. То есть, собственно, это вся была история именно для того, чтобы получить вот такой вот красивый эстоничный край. Точно так же можно сделать с рукавами. здесь мы сейчас усложним эту историю. Сейчас я поверну немножко. Сделаю один рукав, потом его раззеркалим. Так будет проще. Это я уже на усложнение вам показываю, для того, чтобы было понимание, что так тоже можно сделать. Смотрите, здесь состыковалось, здесь хорошо пошло. Окей. Что теперь делаем? Объект разобрать. Заливку, обводку оставить в покое. Вот. Ну, у меня сейчас разберется. Теперь я отменяю разгруппировал. вот она теперь там отдельно. Теперь отменяю травочную маску. Вот она вся вылезла. Теперь буду здесь точно так же вот это мне не нужно. И здесь буду проваливаться в глубину, как мы делали с низом. Сразу могу сказать, что такие манипуляции требуют от компьютера большей мощи, потому что много мелких элементов, компьютеру тяжело. И тут надо это иметь в виду. То есть как мы создали заливку, так мы можем ее потом и вспять разбирать и использовать эти элементы так, как нам надо. Вот. Здесь даже не буду трогать, потому что она в зону рукава не попадает. И вот эту часть тоже буду разбирать, чтобы убрать лишнее. Хочу создать вот такой вот край. Интересный. Видите, это маленькие кружочки, то есть все состоит из мелких элементов. я выбираю и нажимаю на кнопочку DELL. То есть ничего там сверхъестественного я не делаю. Так, вот эту часть сейчас еще провалилась в режим изоляции двойным кликом. Вот это можно удалить, вот это можно удалить. Это только утяжеляет, оно не нужно. Так, давайте здесь тоже поудаляем лишнее. Это нужно, а вот это можно убрать. хорошо, все, вышла из всех режимов изоляции и теперь выбираю всю эту красоту правой кнопки мыши создать обтравочную маску. Вот смотрите, так, а почему вот эта у меня не ушла в обтравочную маску, потому что она не выбралась, вот, не все выбрала, откатила назад и вернула, вот смотрите. Сейчас мы это раззеркалим, центра туда. Идеальное попадание, как будто бы мы с вами вот это все подбирали, все это делали, но, собственно, чем мы и занимались. Вот в чем будет разница, смотрите. Сейчас и это платье покажу, и это платье. и создам дополнительную обтравочную масочку, ой, монтажную маску. Вот видите, как бы получился такой открытый край, но здесь немножко пустовато, и по-хорошему хочется добавить еще линии, потому что там есть швы и так далее. Как это сделать, чтобы у нас остался вот такой открытый край кружевной. Мы сюда вот это все перетаскиваем, копируем, убираем заливку. Вот у нас получился контур. Контур, возможно, как бы не совсем такой, как нужен. Первое. Можно этот контур сделать потоньше, и это как бы хороший вариант в данном случае, потому что он нам такой толстенький не нужен. Вот именно просто контур. Вот этот. Мы сделаем его толщиной 0,5. Не у всего, а только у контура. Она, видите, все выбрала. Мне нужно только, чтобы выбралась. Сейчас я уберу назад, чтобы она не цепляла. вот этот верхний конт. И это назад. Только верхние штучки, да, без заливки, без заливки и без заливки. Вот. Только у него 0,5. Видите, оно стало тоньше. Теперь, как нам сохранить с вами вот эту вот кружевную низ. Что мы делаем? Мы это выбираем. Берем инструмент ножницы, он часто прячется у нас под ластиком. И отрезаем контур вот так и вот так. Мы разрезали контур и теперь вот эту нижнюю часть можно убрать. Видите? И он ушел, его тут нет. Можно вот, наверное, зря я сделала настолько, но нужно было только нижнюю часть убрать. То есть возьмем контур и отрежем только вот по этим границам здесь и здесь. Вот так. отлично. Теперь вот этот кусочек можно удалить. Да. То же самое сделаем с рукавами. Смотрите, выбираем рукав, только верхний и вот здесь ножничками щелк и щелк. Лишнее отрезали, сняли. Точно так же здесь. Мне кажется, контур можно еще тоньше делать. Визуально щелк не попало. Она ругается, когда не попадаешь. И щелк. Вот. И теперь вот эти все штучки давайте все-таки сделаем вот 0,5. По факту мы имеем тоненький контур вокруг эскиза. аккуратный. Хочется вот эту часть немножечко поправить. Вот так. То есть получается открытый краешек. Так тоже можно сделать и кружево подобрать таким образом, чтобы оно стало открытым. и то, и то рабочие варианты в зависимости от конструкции платья, в зависимости от кружева, от того, как оно будет располагаться. Но принцип в адок иллюстраторе такой, что вы можете рисовать разные слои. Соответственно, видите, программа подтупливает тяжело, кусочки оставляет. Вот. И соответственно, их накладывать, делать свои подкладки, делать сверху слой полупрозрачный, кружевной, делать много сложений, это все программа делать позволяет. Вот такое платье у нас получилось, простое по фасону, но интересное по содержанию. Пробуйте, пишите мне свои комментарии. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы у вас пришли уведомления о новых видео. На этом все, до скорых встреч, пока-пока.